Друзья, всем привет! Мы снова вместе. Обязательно смотрите до конца, подпишитесь на канал. Некоторые ищут, где телеграм. Разверните описание под этим видео, там будет телеграм-канал. Переходите туда, я туда выкладываю музыку и дыхательные сеансы, которых нет на ютубе. Все, а мы начинаем, поехали! Если посмотреть на запросы большинства людей, все спрашивают, мне нужна энергия, мне нужно много сил. Но по-честному, энергии вокруг нас навалом. Чакры, энергетические центра, они, по сути, имеют структуру воронок. Воронки, которые в себя всасывают энергии на разных уровнях. И чем активнее и чем чище вот эти воронки, приемники энергии, тем даже меньше хочется есть. Мы энергию напрямую получаем с мира. Поэтому, когда вы находитесь в местах силы, ваши воронки начинают втягивать, всасывать намного больше мощности энергетики, чем, например, в каком-то месте, где энергия меньше по уровню, да, либо где она просто, ну, противоречивая. И даже если вы работаете с энергетикой, начинаете чувствовать это, не все это чувствуют, но вы уже перешли на уровень ощущения, что она есть. Вы не просто себе внушили, да, есть какая-то энергия, ну, потому что там вот этот чувак сказал. Но когда вы уже реально почувствовали, то при работе с энергией вам даже будет меньше хотеться есть физической пищи, потому что у нас несколько источников энергии. Это первое, это питание, но пища, она питает энергией только тело. Второй источник энергии, это сон, воздух и непосредственно энергия напрямую через чакры. Если человек заблокирован на уровне чакр, то он начинает жрать. Просто у него не хватает энергии, у него прием заблокирован на уровне вот этих воронок. И этот человек просто начинает жрать, у него увеличивается тело, появляется лишний вес. И сколько бы он ни жрал, у него энергии больше не становится. И наоборот, если вы раскачиваете себя по энергетике, то вам меньше хочется есть. Я ем полтора раза в сутки. А у меня энергии производительности намного больше, чем люди, которые жрут по пять раз в день. Ну, я говорю жрут, потому что есть, ну, кто ест вот такими, блин, этими ведрами. Можно же есть и кушать, а можно жрать. Жрут вот так, кушают вот так. И здесь есть еще такое понятие, как психическая энергия. Понимаете, есть телесная энергия, есть психика. И вот психике нужна энергия правильная. А психика не возьмет из пищи ту самую энергию. Психическая энергия, это когда вы полетели на отдых куда-нибудь, куда-нибудь на Бали, на Мальдивы, где-нибудь, где атмосфера разряжена, где вас никто не напрягает, не вампирит, то ваша психическая энергия начинает увеличиваться. Так вот, через энерго дыхание вы получаете огромный поток вот этой психической энергии, плюс совмещенный с вот этой энергией кислорода, когда вы дышите. Человек, например, имеет лишний вес. Это говорит о том, что человек пытается защититься от чего-то. Это защита, это броня. Психика, сознание дает на уровне бессознательного сигнал телу, чтобы тело накапливало. Это нарушение гормональной системы. Какие-то железы не работают, щитовидка наполовину работает, либо она перегружена. По железам неправильно эндокринная система распределяет нагрузку, и поэтому лишний вес. Друзья, обязательно подпишитесь на канал, пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Помните, что у меня есть телеграм-канал в описании под видео, разверните, переходите, подписывайтесь. Все, мы продолжаем. Когда человек начинает проходить профессиональные, правильные, не демо-версии на ютубе, а уже практики на магии дыхания, уже такие по-взрослому, начинает проходить системно, то выравнивается психика, человек становится спокойнее, и начинает правильно работать железо-гормональная система. Вся система выравнивается, и тогда у человека уходит вот этот глюк, что надо от чего-то защищаться. Дальше происходит активация энергетических центров, и вот эти воронки, чакры, начинают нормально принимать ту самую энергию из мира, которая была в блоке. И тогда тело начинает сбрасывать лишний вес, потому что его психика дает сознание на телеску, все накапливать не надо, все хорошо. Появляется спокойствие, уверенность, потребность жрать уходит тоже. Оно не надо, когда у тебя много энергии. Итак, ну и плюс происходит вот этот механизм самоочищения на клеточном уровне, когда вы занимаетесь дыхательными практиками. То есть продукты распада клеток уходят очень качественно, организм избавляется уже от токсинов, от разных там скоплений, которые тело не могло само себя как бы очистить так интенсивно. То есть в дыхании это намного проще. То есть система такая, если ты начинаешь работать на уровне энергии, чувствовать это, можно ржать над этим сколько угодно. Вот некоторые люди не понимают, о чем вы говорите, что за энергия, покажите мне эту энергию. Но это можно чувствовать, потому что если ты чувствуешь от человека негатив, ты же чувствуешь, ну а где этот негатив, покажи. Но кто увидит негатив от человека? Никто. Это можно только почувствовать. Даже если человек не говорит, его мимика, невербалика все это показывает. Либо наоборот какое-то, не знаю, светлое чувство, да. Мы же чувствуем любовь от людей, от близких или нет? Как тогда, если человек, который не верит в энергии, как тогда ты чувствуешь любовь от близких людей? Что тогда ты чувствуешь? Этого тоже нет? Если ты чувствуешь любовь, если ты чувствуешь негатив, если ты можешь считывать с любого человека, либо с группой людей, считывать некие ощущения, либо настроения, то ты уже работаешь на уровне энергии. Ты уже это чувствуешь. Просто это разные формы энергии и трансляции от человека к человеку. Просто это можно развить, можно свой сенсор раскачать так, что ты будешь считывать намного больше. Можно раскачать сенсор так, что ты будешь напрямую набирать энергию, просто напрямую потоками, вот так вот ее. Она будет входить в тебя огромными потоками, тебе будет от этого очень-очень кайфово, и ты будешь себя чувствовать полноценно. Поэтому потребность именно обжираться едой и есть тяжелую, трудную, усвояемую пищу, это незачем, когда у тебя есть прямое подключение вот к этим резервам энергии. Или возьмем ребенка, дети. У них много энергии. Ну почему? Потому что у них все чакры открыты. Через детей такой поток энергии проходит, что некоторым взрослым даже и не снилось. Потому что у них очень правильно, ну если ребенок не задавленный, да, не травмированный, то через детей проходят огромные потоки энергии, поэтому они не могут сидеть на месте. Они считывают все настроение, состояние. Есть такие эксперименты, вот очень интересно иногда попадаются в видео. Сидит ребенок, ну девочка с ней, ну ее мама сидит, ну она у нее на ручках. И эта девочка играется там, ну с какими-то там штуками сидит, играется. И просто прикиньте эксперимент. В помещение заходит человек, которого эта девочка не знает. И этот человек начинает просто не на нее, просто ругаться, ругаться, негативить по телефону. Вот просто в эту комнату зашел. Что ребенок делает? Она положила этот конструктор и вот такая села. А ее мама спрашивает, дочь, а почему ты перестала играться? А ребенок, она отвечает, я не знаю, я не хочу. Дальше человек этот выходит из помещения. Через какое-то время она начинает опять рассматривать этот предмет. Ну там какие-то, не знаю, кубики у нее были. Вот, заходит другой человек и начинает хвалить, радоваться, ну то есть проявлять позитивные эмоции. И ребенок продолжает играть, улыбаться, смотреть, показывать этому человеку эти кубики и так далее. Потом раз, опять уходит, опять заходит вот этот человек на негативе и ругается по телефону там. Да я тебе сказал, все, ребенок сразу же, она даже не знает почему, она даже объяснить не может почему. Она просто кладет эти кубики и вот так зависает. Куча таких экспериментов. Первая основа это сознание. Мы на каком-то глубинном уровне прожили тут не одну жизнь. Это сложно доказать. Согласен, некоторые считают, что это полная чушь и ерунда. Но на самом деле у многих людей, у меня в том числе, включились некие способности, свойства, которым я не учился в этой жизни. Скорее всего у вас тоже. Вот обратите внимание, вы что-то умеете делать очень хорошо, но вы почему-то на это нигде не учились. Вы не проходили 5 лет института, чтобы научиться чему-то там. Для вас это просто на раз-два, а для кого-то это кажется недостижимым. О чем это говорит? Это то, что у вас включилась память навыков прошлой жизни, прошлых наработок. На этом все. Надеюсь, вам понравилось видео. И мы увидимся в следующих выпусках. Пишите комментарии, что вы думаете. Подпишитесь на канал, ставьте лайк. И увидимся уже в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok